Добрый день, друзья! С вами Дэн. Небольшой опус о умном доме, который уже долго-долго делается, но просто тут он из рук в руки переходил, кому-то был не нужен, а сейчас опять стал нужен, мы возобновили здесь работу. Продолжим. Все, в принципе, было сделано. В общем-то, лампочки просто красивые висюльки, никакого отношения к умному дому не имеют, значит здесь сделаны очень много светодиодных всяких таких встроенных линий, я не помню, где они там все включаются, ну вот они вот так вот, это с демированием включать, видно шим там на видео, без видео шима не видно, вот оно оптом все выключается. Вот, то же самое здесь, значит, ну в первую очередь начинаем, да, со света. У нас есть несколько групп светильников, такие вот сенсорные умные выключатели, которые при нажатии меняют цвет, все это программируется внутри датчик температуры, ну вот, и вот они плавненько такие пошли зажигаться, можно вот эти светодиодные линии включить, здесь еще не повешен, будет повешен, повесит экран такой большой во всю стену, и это будет там, управление экраном там стоит. В общем, здесь еще такое в полу сделано стояние, здесь еще не понятно, где там наверху будет висеть, а вообще в другом месте, это вот раздача интернета на базе Aruba. Вот панель умная уже стоит, она, вижу, срабатывает, руку поднес, она короче появилась. Ну и тут можно меню отопления, например, отопление, вот тут разное отопление, я не помню, где оно тут, текущая температура, плюс, а вот, тут вот выбираешь, бойлер, второй этаж, бойлерная и так далее, и так далее, то есть тут можно теплые полы, конвекторы всем поуправлять, светом тоже можно включать, включать, в общем, здесь панель аналогичная, выключатель, только там все видно с графиками, с цифрами, но небольшая разница в цене, там, я не помню, это стоит там 200-300 евро, вот это стоит там 500, предположим, я не помню сейчас точно, ну, подороже она стоит. Вот, сердцем все это, вот электрощитовая у нас, здесь, конечно, наверчено, здесь просто сейчас тоже бардачок, не обращать внимание, ну вот, вот у нас камеры настраиваются потихоньку, сейчас еще будем добавлять камер, тут еще раз-два-три штук сеть можно добавить, вот, вот умные релюхи, это диммируемый релюх, это блок питания и это всякие уже релюхи света, но немножко страшненько собрано, собиралось несколько лет назад, скажем так, как обычно, бегом-бегом, за небольшой прайс, но, тем не менее, собрано все правильно, хоть и страшненько, вот, это блоки диммеров, в общем, вот это все, скажем так, этот щит сердца умного дома, тут еще умная котельная со своим турковым там, который этим управляет, и всякая умная, тоже еще не расчесанная, тут бардачища, значит, серверная часть, где камеры, интернет и так далее, там подобное, вот, это вот блоки питания такие на весь свет мощные, тут до 600 ватт, до 500 ватт они, ну и простые группы розеток, сработало что-то, включилась, люстра, свет, камера, то есть, вот это все элементы, скажем так, дома обычно, а это простой айпад, замурованный в стену, здесь уже стоит инсталлированная программа Redium, она в процессе настройки, можно видеть дом, можно переключить режимы котельной зима-лето, также там релюхи переключатся на охлаждение, отопление, потому что здесь в системах этиленгликоль, и он, ну, то есть, радиаторы выступают охладителями, нагревателями одновременно, предположим, заходим в гостиную, спальню, и у нас тут можно всем управлять, все включить, все выключить, есть выключить все, выключить столовую, выключить гостиную, и регулировка конвектора и теплые полы, то есть, тут как бы не сильно много, аудио тут не сделано, тут где-то было у нас камеры, вот камеры, камеры отдельно почему-то выведены, вот они, можно здесь же смотреть камеры, то есть, в принципе, находясь дома, это может быть подключено, так, чуть-чуть тормозит, вот, все это подключено, это обычный выключатель, а это отсюда можно всем управлять, в принципе, айпады могут стоять на столах, на магнитных таких подставочек, с ними можно ходить, можно со своих телефонов ходить, управлять, то есть, прелесть умного дома, централизованное управление, и самое главное, что здесь можно реализовать какие-то сценарии, то есть, вся фишка в том, что как бы, некоторые говорят, вот, дорого там, умный дом, это что-то такое дорогое, да, это такая достаточно дешевая система, ну, если, как бы, прикинуть, стоимость домика в районе, там, 90-100 миллионов, и там, пару миллионов на умный дом, это, как бы, не такие деньги, тут обычная электрика миллион стоит, вот, на миллион, там, полтора добавляется на всякие реле, ну, вот, айпады, вот это все красивое управление, значит, сразу скажу, любой, вот тут вот, скажем так, предыдущий хозяин промежуточный, назовем ее так, он, или она там, да, они решили не подключать шторы к системе умного дома, сейчас шторы не подключены, ну, то есть, кабели использовали те же из электро-чистовой, ну, просто на них подали 220, и они вот такие вот пульты подключили, ну, тут один пульт лежит, а там еще один, еще один, в общем, таких пультов, вот, опять же, кондиционеру, еще пульт, да, то есть, таких пультов сейчас штук десять лежит, это только в зале столовой, то есть, вы представляете, что если у вас современный дом, и вы хотите какую-то автоматику, чтобы вам не вручную шторы там задвигать, там, форточки тоже, там, электрооткрываемый лазить туда, там, пожилому человеку особенно неудобно через столешницу, там, вон, тоже пульты лежат на полочке, которые этим управляют, всякие пульты, там, телевизором и так далее, то есть, умный дом позволяет все это централизовать, то есть, вы можете сделать так, что у вас, помимо света, управления, еще и всякими шторами, и кондиционерами, и вот здесь вот конвекторы стоят, на которые, как раз то, что я говорил, они там еще с таким турбонаддувом, вот сейчас гетциальные вентиляторы будем искать потише, то есть, некоторые неплохо работают, но некоторые, не знаю, то ли засорились, то ли что, в общем, решаем этот вопрос, ну, да, без заморочки ничего не бывает, и, как бы, эта система, она позволяет и охлаждать летом, и нагревать зимой помещение, вот, но обращаю внимание, что здесь, как бы, дом-термос, здесь, раз, два, три, четыре, четыре стекла, три камеры, то есть, это такой вот, достаточно теплый стеклопакет, а в окнах использованы витринные окна, вообще без пакета, ну, то есть, один стеклопакет без рамы, то есть, сейчас подойду ради интереса, чтобы было понятно, к электрике не очень имеет отношения, но имеет отношение к тому, что окно внутри достаточно прохладное, от него не приходит много тепла, то есть, теплопотери маленькие, вот, видите, тут вообще, раз, два, три, четыре, пять камер, одна из них такая широкая, то есть, тут два, скажем так, двухкамерных стеклопакета разделены еще камерой, вот, здесь еще не вся мебель, в общем, это пока дом в процессе, в процессе донастройки, доделки, надеюсь, в течение месяца это все будет доделано, там на улице ландшафт делают, тоже провода все на ландшафт вывели, благо, что у нас есть запасные клеммы реле, на которые можно ландшафт по лифту уже автоматизировать, при желании, но это дополнительные, как бы, функции, и здесь будет автоматизирована система Алиса подключена будет, но это я сниму позже, сейчас процесс настройки, поэтому еще не все идеально работает, но уже, в принципе, уже все хорошо, здесь, например, датчик, правда, срабатывает основан со входа, то есть, он включает, вот, подсветку по входу, то есть, тут и зашел вход, вот, и она такая, вот, ночная подсветочка, чтобы можно было пройти и не спотыкаться, да, а если хочется, там уже нормально, вот, выключили, включили, через выключатель она включается плавно, на максимальное свечение, и уже датчик не выключается, пока ты не выключишь, вот, потому что, как бы, вдруг кому-то захочется поярче, да, то есть, можно диммером отрегулировать, то есть, все это диммероваться, ну, и на улице, там, всякий фасадный свет, ламочки, которые в темноте, по датчику движения включаются, и не только по датчику, то есть, тут, вот, всякие фасадные сонарики, это один из элементов процесса умнимизации дома посредством специально обычных людей, этот безумный, безумный дом.